Добрый день, меня зовут Евгений Петриченко, я руковожу отделом мобильных решений нашей компании 1S Bittrex. И я традиционно буду рассказывать про мобильную платформу и в частности про продукт мобильное приложение, ну и про новинки. Традиционно первый слайд – это распределение объема трафика, точнее изменение объема трафика, его динамика за последние полгода по платформам Android, iOS и Windows Phone. Мы видим, что в принципе за полгода ничего не поменялось, ни у одной из платформ. Windows Phone стабилен, он просто иначе никак не скажешь. Единственное изменение по сравнению с прошлым годом – это по iOS и Android ситуация такая, что в Новый год Android рос, когда все покупали Android девайсы, а iOS падал. Сейчас этого не произошло, видимо на Новый год люди поскупились на подарки, судя по всему. Еще раз про платформу, кто не знает, что это такое. Это платформа для разработки гибридных мобильных приложений с помощью HTML5, JavaScript, CSS и плюс нативные элементы. Это главная особенность нашей платформы, которая отличает ее от обычных сингл пейдж приложений. Что будет у нас нового в платформе? Новые параметры конструктора. Если кто-то разрабатывал мобильные приложения на нашей платформе, знают, что такое конструктор мобильных приложений у нас в административной части. В общем, в новой версии будут новые параметры, будет добавлен новый API в нашу JavaScript библиотеку, возможность создавать оффлайн-приложение наконец-то появилось, и сегодня мы выгрузили обновление, которое позволит это делать. И в принципе, то, что я буду показывать, это уже можно попробовать, установив бета-обновление последней модуля мобильной платформы в версии 16.0. Ну и поддержка последних операционных систем, поддержка экранов для Apple девайсов последних, ну и переход на 64-битную архитектуру для iOS-приложений. Ну это требует компания Apple. Ну давайте теперь по пунктам. То есть первое это конструктор. Новое в конструкторе мобильных приложений. Это настройка счетчиков для кнопок. То есть счетчики это, ну, грубо говоря, это бейджи. Все знают такой термин. Новый раздел настройки оффлайн, который, собственно, связан с появлением возможности разрабатывать оффлайн-приложения в нашей платформе. Выбор шаблона в публичной части. Это когда вы создаете мобильное приложение в конструкторе, вы можете выбрать шаблон, по которому будет оно, собственно, создано. В шаблон также будут входить настройки оффлайна, пресеты, чтобы вам помочь. То есть начать разрабатывать мобильное приложение в оффлайне. Ну и маленькая фича подключения к приложению по QR-коду. Отдельно по каждому из пунктов. Собственно, первый пункт это настройка бейджи. У нас появился в кнопках такой раздел. Вы можете настраивать цвет бейджа, его рамку, цвет этой рамки и цвет фона, цвет текста. Я далее покажу, как это будет все выглядеть. Демонстрация API. Это большая проблема, когда люди не понимают, как работает наш API. То есть как вызываешь функцию, что будет происходить на экране. И мы решили сделать специальный компонент, который называется Mobile App Demo API. Он демонстрирует все возможности нашей платформы. Ну или почти все, которые можно показать на простеньких примерах. И в конструкторе появился специальный шаблон публичной части. Вот вы прямо выбираете в шаблон публичной части демо-приложение. У вас создается вот такое приложение, которое вы видите сейчас на экране. И по категории вы можете пощелкать, посмотреть, как все это работает, как это все выглядит. Можете посмотреть исходники этого приложения. Ну и, собственно, использовать в своих приложениях, которые вы будете разрабатывать, возможно, в дальнейшем. Оффлайн-приложение. Ну я уже об этом говорил. У нас обновилась форма создания приложения. Вот они, эти шаблоны публичной части. Появилась галочка «Добавить шаблон и настройки оффлайн-приложения». Я дальше расскажу об этом немножко подробнее в другой части этого доклада. Ну и подключение по QR-коду. На самом-то деле очень удобно. Ничего вбивать не надо, никаких адресов. Появилась кнопочка «Подключиться» в конструкторе. Вы на нее нажимаете, появляется окошко, вы сканируете и подключаетесь к своему приложению, который только что создали в конструкторе. Далее. Новая в нашей библиотеке, дживоскриптовой библиотеке. Что теперь можно еще сделать? Локальные уведомления. Кто пользуется приложением Bittrex 24, наверное, видели, когда приходит вам сообщение в чате. Вы находитесь в живой ленте, вам сверху такая черненькая полосочка влазит. И написано, кто там что написал. Вы можете на нее тапнуть и перейти в диалог с пользователем. Вот этот API мы теперь добавили для Bittrex Mobile, для платформы. Счетчики для кнопок, которые можно настраивать в конструкторе. Теперь появился API, собственно, для их создания. Ну и изменение цветов панели. В реальном времени, опять же, на примере чата в приложении Bittrex 24 можно это увидеть, когда у вас при переходе к диалогу с пользователем меняется цвет панельки. Это тоже можно сделать в своих приложениях. Ну, демонстрация всех этих возможностей, локальные уведомления. Они вот так вот выглядят. Более 20 параметров настроек. Использовать их можно совершенно в разных случаях. Например, в своих магазинах мобильных. Уведомить, допустим, пользователя об изменении статуса заказа в реальном времени. Или показать, что происходит какой-то процесс. Или, допустим, сказать пользователю, что нет соединения с сервером, чтобы он там не пытался дергать страничку вниз. Ну, это пример вызова API. Счетчики для кнопок, которые настраиваются в конструкторе, выглядит это вот так, как вы видите на экране, в видео. Все довольно просто. Вы добавляете кнопочку, присваиваете ей номер бейджа, точнее, код бейджа. И можете вызывать API для создания этого бейджа. То есть вот, как вы видите на экране. Ну, опять же, можно использовать, допустим, количество товаров в корзине. Даже вот в примере я использовал кнопочку с иконкой корзины. Цвета навигационной панели. С видео, видимо, будет проблема. Попробую еще раз. Видео я снимал с андроида, да. Как обычно, тут все не очень хорошо. Здесь, в принципе, все ясно. Панель можно покрасить в любой цвет. Некоторые люди очень просили. Можно покрасить фон, можно покрасить текст основной и текст дополнительный. Ну, если, допустим, фон совпадает с цветом текста. И, наверное, самое основное изменение, которое мы сделали в платформе, это создание оффлайн-приложений. И я сейчас на примере своего приложения, я создал маленькое приложение, и покажу, как, в общем, создать мобильное приложение на платформе. На примере приложения новостей. Мы запускаем конструктор. И создаем мобильное приложение с оффлайн-пресетом. Называем его News. Выбираем обычное мобильное приложение. Идем в настройки оффлайн. Как вы видите, у вас есть списочек оффлайн-файлов. Это заготовка. На самом деле эти файлы пустые, там практически ничего нет, но это такой пресет. Вы можете добавить свои файлы. Вы можете выставить стартовые страницы своего приложения. Посмотрим на файловую структуру. Появилась папочка News. Появилась папочка оффлайн. Это делает конструктор. В оффлайне вы видите все эти файлы. Как я говорил, они пустые. Они не пустые, здесь просто есть какой-то текст заготовлен. В принципе, вы можете начать разрабатывать свое приложение. Часть именно с разработкой приложения в этом видео не будет. Исходник своего приложения я выложу в документацию, и вы посмотрите, как это работает. Что я использовал в своем приложении? У меня несколько файлов. Файлы картинок, CSS, JavaScript. И две странички. Есть один скрипт на сервере, который отдает мне данные. В принципе, это все мое приложение. И давайте посмотрим, как это будет работать дальше. Содержим мы этих файлов. Script.js. Я написал объектик. Называется News. Он занимается выкачиванием новостей, их кэшированием и выводом на главную страницу. Объект меню работает с меню. Главная страница, индекс, меню. Меню просто в HTML мы выводим категории новостей. Здесь ничего сложного. Это можно сделать JavaScript. Я это сделал обычным HTML. Вы можете сделать, как хотите. И индекс. Мы там выводим новости. NewGinson.php. Это скрипт, который забирает данные из RSS канала по запросу и генерит просто JSON. Здесь нет никакого кэширования. Я думаю, что это будет несложно сделать. Переходим обратно в конструктор. Те файлы, которые я добавил, допустим, какие-то картинки, какие-то дополнительные JavaScript, какие-то сили я добавляю в список. Вот картиночки я добавил. Я их использую в меню. Выставляю страницы главные. Кстати, редактор реагирует, если я удаляю из списка какую-то главную страницу. Посмотрите, подсвечивается, что я удалил меню, чтобы вам не ошибиться. Произвожу дополнительные настройки. У меня оранжевое приложение, поэтому я крашу свою панельку в оранжевый цвет, меняю цвет заголовка. Давайте посмотрим. Подключимся по QR-коду. Запускается приложением в онлайне. То есть вроде как есть список новостей, работает меню. Все открывается. Мы можем походить по этим спискам. Даже открывается страница, которая указана в РСС-канале. Конкретные новости. Теперь мы попытаемся выключить интернет. Я выключаю интернет. Нет сети. Сообщение нам о том говорит. И приложение продолжает работать, потому что я все закешировал в локальной базе. Теперь я попытаюсь запустить в оффлайне приложение. Все продолжает работать. Мы в оффлайне. Продолжает работать меню. Продолжает работать список новостей. Ну, естественно, открыть мы их не сможем, потому что ссылка ведет на удаленный сервер. Но тут уже дальнейшая реализация. Включаем интернет, все работает дальше. Загрузка новостей, списочек обновился, закешировался. В следующий раз я запущу, и этот список будет у меня вот такой в оффлайне. Итак, подытожив, что я использовал. Я использовал обыкновенный AJAX, нашу библиотеку BX AJAX для запросов. Для кэширования в SQLite я использовал BX Database, опять же наша битриксовая библиотека. Ну и скриптик newjson.php, который дает мне JSON. Вы видели его содержимое, там все просто. Этапы создания, в принципе, тоже понятные. Создание приложения в конструкторе, добавление нужных файлов, разработка этого приложения и тестирование в онлайне и оффлайне, как я это показал в конце ролика. Какими особенностями обладает наша реализация он оффлайна в приложении? Первое. Доступны все возможности платформы. То, что у нас описано в документации, работа с нативными элементами, все это работает в оффлайне. Доступны библиотеки CoreJS, CoreDB и CoreAJAX. На самом деле они лежат, конечно, на сервере, но когда вы собираете приложение, конструктор автоматически потянет эти библиотеки и они окажутся у вас на девайсе, то есть в вашем оффлайн-приложении. Все оффлайн-страницы, в отличие от обычных приложений, допустим, на Cardovo, на PhoneGap, запускаются в контексте дальнего сервера. То есть как будто вы запускаетесь на сервере. Соответственно, вы можете использовать локальную базу, привязанную к домену, вы можете использовать куки, допустим, сделать форму авторизации, сделать AJAX-запрос, сервер вам выставит куки, и вы будете авторизованы и можете работать дальше. И все файлы, которые вы указали в конструкторе, в списке, можете открывать, когда вам удобно. Либо с удаленных страниц, либо, наоборот, удаленные страницы с оффлайн-файлов, или оффлайн-файлов из оффлайн-файлов и так далее. Есть три режима запуска. Ваше приложение может запускаться только в оффлайне, только в онлайне, и смешанный режим запуска. Если есть сеть, то запускается приложение с сервера. Если нет сети, то запускается приложение с локальных файлов. Эта опция выставляется также в конструкторе. Как это вообще все работает? Настройка, разработка. Вторая стадия, в которой вступаем мы в дело, это мы собираем приложение, просто настроечки забираем с вашего конструктора, собираем бандл приложения с вашими ресурсами и публикуем. И ваше приложение работает в оффлайне. Женя, у тебя сразу такой вопрос каверзный. Получается, приложение Bittrex24 тоже теперь будет работать в оффлайне? Да? Стеночку в магазине можно? Да, примерно так. Мы подумаем. Скажи, что да. Я скажу да на другой вопрос. Будет ли документация? Естественно, да. Будет документация. Документация будет максимально подробной, потому что я сам иногда забываю, как все это работает. Будет примерчик, который я сейчас вам показал. Я думаю, еще другие будут примеры, потому что это просто максимально просто, что я сделал. Будет документация, будет все понятно, я надеюсь. Ну и по планам у нас минорная версия 3.6. Нативный CSS, который мы хотели выпустить, у нас не получилось его до конца внедрить. Надеюсь, весной он появится. Очень полезная штука. Это возможность дизайнить ваше приложение с помощью CSS. Вот есть картиночка, как это происходит. Управление пуш-уведомлениями. Очень важная штука. Пуш-уведомления можно отправлять будет из административной части сайта, по категориям, по клиентам, по девайсам, по операционным системам. Использовать фичу ответа на уведомления, как у нас Bittrex 24. То есть вы можете ответить на пуш, не запуская приложение. Будут написаны специальные программные интерфейсы для работы со всем этим. Новый нативный элемент интерфейса. Ну, как у нас каждый раз это все происходит. Дополнительные функции оффлайн-приложений. Мы будем развивать эту фичу. Ну, и будет специальный API для работы с навигацией в приложениях. Не буду подробно останавливаться. Наверное, в блоге где-нибудь у себя пишу, зачем это нужно. И какая-то крутая будет штука. Спасибо. Вопросы можете задавать. Трансляции внизу. А пока эти вопросы вы задаете. Прошлогодний ролик. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Константин Компания, InfoSpice. Скажите, а будет ли поддержка оффлайн-режимов для, например, корзины, выпуски в следующих или в оформлении заказа? Ну и каталог. Имеется в виду из коробки? Да. Ну, я надеюсь, что да. Потому что мы должны же как-то продемонстрировать возможности всего этого. Если вопрос такой, можно ли это сделать? Можно. Евгений Алексей, HTML студия. На летом спрашивали, будет ли возможность авторизоваться из мобильного приложения? Через соцсети. В тот же самый Bittrex24. Я понял, о чем вы говорите. Мы включали это в план. Я помню сам, потому что я включил в план. Но как-то это из плана выключилось. Но это до сих пор как бы у нас в очереди стоит. То есть будет, но пока я не могу сказать, когда. То есть когда мы планы подобьем, я скажу более точно. Пока отодвинули, к сожалению. Никита, компания SmashWeb. А будет ли в стандартном интернет-магазине поддержка товарных предложений? Я склонен думать, что будет. Когда? Но я склонен только думать, что будет. Просто этим всем занимаются совсем другие люди. Но я постараюсь организовать. Потому что очень нужно многим клиентам. Решить этот вопрос. Я знаю, мы давно не обновляли мобильное приложение. Вот это вот, которое для магазина. И много фич было упущено. В данный момент. Еще один вопрос. Здравствуйте, Наталья. Компания Выпуск. Вопрос следующий. У нас есть проект, который в личном кабинете идет начисление баллов, когда клиент проходит некую игру. Можем ли мы эту игру перенести в мобильное приложение? И если да, то как? Игры написаны на HTML5 и G4. Конечно, можно. Если HTML5, JavaScript, можете перенести. В общем, это можно в документации изучить, да, получается? Потому что мобильное приложение мы еще не создавали. Ну, конкретно вещи, которые связаны с мобильным приложением на нашей платформе, конечно, в документации. А все остальное так же, как и в обычном браузере, JavaScript, HTML5 и так далее. Павел, компания Инфоэксперт. Раньше, я сейчас не знаю, насколько эта ошибка есть, была проблема со свайпами на андроиде, когда ставишь... На карты? Круссель, карты... Слайдеры, карты. Цены выбирать диапазон. Ну, слайдеры, которые... Починили это или нет? Скажем так, я не буду вдаваться в технические детали. Мы не починили, мы обошли. Называется воркараунд. Мы, к сожалению, пока сейчас, чтобы решить эту проблему, мы отключаем слайдер между экранами, то есть, чтобы, грубо говоря, программно можно было зацепиться. То есть, браузер просто не реагирует, если есть слайдер другой какой-то. Мы знаем об этом вопросе, в этой проблеме, но пока обходим, а не решаем. К сожалению, так. Окей, спасибо, Женя. Вопросов больше нет. Давайте похлопаем. Спасибо, Максим. Спасибо.